Конец августа для западно-казахстанской области – самое время для сбора урожая картофеля. В текущем году в регионе картошки засадили свыше 4000 гектаров земли. В этом крестьянском хозяйстве, расположенном в поселке Макарова, посадили порядка 300 гектаров картофеля. Многолетний опыт вращивания этого овоща позволил предпринимателям расширить рынок сбыта и поставлять продукцию в другие города Казахстана и за пределы республики. Для нас Уральск – это маленький город. У нас Актюбинск идет, Чемкет, Туркестан, Атерава, Актау, весь Казахстан. Украина. Ну, в этом году еще не отправляли, в прошлом году. Но Украину, Туркестан. Сегодня в крестьянском хозяйстве на постоянной основе работают 16 человек. Еще порядка 20 трудятся здесь сезонно. Ухаживать за полями и выращивать хорошее урожай помогает современная техника. Это умные опрыскиватели, импортные комбайны. Приобретать ее предпринимателям помогает государство. Приобретенная сельхозтехника субсидируется 25%. А дождевальные машины, дождевальные агрегаты субсидируются 50%. И овощехранические субсидируются 25% от стоимости проекта. Помимо ежедневного ухода, большую роль в выращивании картофеля играют и погодные условия. К сожалению, в этом году они оказались не совсем удачными. Уже в середине лета рост картошки остановился. Жаркая и ветреная погода неблагоприятно повлияла на урожай картофеля. Как говорят сами представители крестьянского хозяйства, урожай в этом году ниже в два раза по сравнению с прошлым годом. С одного гектара собирают всего порядка 150 центнеров. В прошлом году в это время с одного гектара собирали порядка 300 центнеров. Агрария не скрывает, что сравнительно низкий сбор урожая повлияет на цену товара в будущем. Марина Корбук, Монорбек Кушалиев, Рустан Джумашев, ТДК-42.